Здравствуйте дорогие друзья, рад представить вам первую толковую как минимум в русскоязычном YouTube подборку приложений реализованных с технологией дополненной реальности. Так что ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет обязательно пользуйтесь кэшбэком. Проверенный сервис Megabonus имеет самый большой кэшбэк в разделе техники и электроники и возвращает до 40% от стоимости покупки, а также работает более чем в 200 магазинах с абсолютно любыми товарами. Еще у них есть удобное расширение со встроенным механизмом проверки продавцов на Алиэкспресс. Вывести деньги можно любым удобным способом. Перейдя по ссылке в описании вы получите бонус, благодаря которому будет начисляться 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом их кэшбэк не уменьшается. Рекомендую. Две вещи которые нужно знать про дополненную реальность на iPhone и iPad. Первое, AirKit поддерживается только на iPhone SE 6s 7, 8, 10 и их плюсовых модификациях. Все модели iPad Pro и iPad 2017 года под управлением iOS 11. Второе, да, заряд батареи уходит нещадно. Ну а мы начинаем. Разработчики этого приложения действительно заслуживают внимания. Ребята не просто используют новомодную фичу, а реализовывают ее потенциал на все 100%. Обучающая программа наглядно покажет и расскажет как работает трансмиссия, батарейка отдает заряд, светит лазер, из каких долей состоит мозг и многое другое. Во-первых, это наглядный детализированный интерактив. Все можно вертеть, масштабировать, касаться частей и получать подсказки. Во-вторых, тут есть пошаговая обучалка, словно учитель с книгой повествующая о тех или иных вещах. В-третьих, это не одноразовая программа, а целая платформа, в которую будут подгружаться новые отсортированные по категориям единицы. Приложение бесплатное, но к моему великому сожалению на английском языке. С другой стороны хороший повод подтянуть иностранный. Jigspace это пожалуй самое полезное, впечатляющее и вдохновляющее приложение из всех имеющихся на данный момент в категории AR. Вот оно, будущее в системе образования и многие сложные вещи становятся чуточку проще. Благодаря Tap Measure вы сможете измерять длину предметов, определять отклонение фигур от заданной плоскости и даже создавать трехмерный план помещений с учетом окон, дверей и прочих поверхностей. В итоге получится интерактивная модель, в которой можно просматривать все размеры. Очень удобная штука, особенно когда нужно что-то набросать или измерить, а под рукой нет рулетки или лазера. Конечно, точность оставляет желать лучшего, погрешность на метр может составлять сантиметр и более, но за неимением любого инструмента такое решение все равно является выходом. Ребята из IKEA быстро подхватили и взяли на вооружение AR kit, сделав крутое дополнение к своему каталогу. Теперь многие вещи шведской мебельной фабрики можно вписать в свою комнату и посмотреть насколько хорошо или не очень это будет выглядеть. Модели высокополигональны и отображаются достаточно здорово. Есть две главные претензии. Нет возможности масштабировать предметы, просто приложение не всегда точно сопоставляет размер и отсутствие программы в русском App Store. В остальном так держать. Добавляйте больше вещей из каталога, привяжите к ним все характеристики и будет вам счастье, а нам море удобства. Если вы не умеете рисовать, то не все потеряно и для этого на начальном этапе не обязательно ходить на кружок в дом культуры. Приложение Sketch AR поможет вам в этом. Наведя желательно на листок А4 камеру, сканер распознает его и покажет четыре точки, которые необходимо нарисовать. Для систем они станут отчетными, после чего спроецируется выбранное с каталог изображение. Конечно можно одной рукой держать, а второй обрисовывать картинку, но лучше закрепить смартфон или планшет на штативе. Со Sketch AR у вас запросто получится хороший и главное пропорциональный костяк изображения. Затем останется уже без виртуальной помощи закончить работу. Основной упор этого приложения ложится на составление чертежей, планов помещений и технология дополненной реальности в этом здорово помогает. Нет необходимости рисовать каждую линию. Быстро пробежались по комнате отметив углы и получается готовый план. Где надо подкорректировали, где надо дорисовали. Затем добавили двери, окна и мебель из структуризированного каталога и вот уже через 5 минут у вас готов отличный набросок, который не стыдно показать. Во время ремонта это приложение станет просто незаменимым. Круто то, что затем все полученные помещения можно объединить в один проект и получится квартира или дом. Одним из первых тестовых примеров дополненной реальности была программка от Apple, позволяющая расставлять парочку предметов к мебели. Разработчики Housecraft развили эту идею и добавили кучу интерактива и элементов в домашней утвари. Предметы можно расставлять высокой точностью, поворачивать, масштабировать и даже размещать виртуальные модели друг на дружке. Так что обставить комнату элементами интерьера, пусть и виртуальными, не составит труда. Далеко не новое приложение Night Sky после недавнего апдейта получило два режима дополненной реальности. Классический с накладыванием звездного неба и с отображением солнечной системы. Правда последняя фича доступна только по подписке. Хорошо, что хоть первый месяц бесплатный. Так что побаловались, поизучали небо и нашу систему и на этом достаточно. Ребята из Яндекса решили стать первопроходцами в мире, где картография, дополненная реальность со-существует. В режиме пешехода при построении маршрута на местности будет отображаться точка и путь к ней. Пока все это реализовано простенько и практически не имеет какой-либо пользы, но является наглядным примером того, что и в этом направлении можно работать и это будет смотреться органично. Осталось допилить привязку маршрута следования, добавить к зданиям интерактивные таблички и сделать толковые очки дополненной реальности и технологичное будущее однозначно станет на шаг ближе. Это приложение подскажет и покажет маршруты и статус полета в режиме онлайн тех или иных авиарейсов. Если отбросить кучу основных функций и ориентироваться на дополненную реальность, то исходя из своей истории полетов за все время или за конкретный год, программа покажет на трехмерном шаре все ваши перелеты и накрученный километраж. Пользы от этого мало, ну конечно можно замутить красивые кадры в инстаграм. А вот если бы разработчики интегрировали полеты рейсов в дополненную реальность в режиме онлайн было бы намного круче. И закрывает наш рейсинг рисовалка в AR. Ничего особенного тут нет, выбираем цвета, инструменты или какие-нибудь эффекты и просто балуемся, расписывая виртуальное окружение. Зачем это может понадобиться на практике я не знаю. Так еще и разработчики предоставили лишь ограниченное количество инструментов, цветов и возможностей. За остальное извольте платить. К сожалению, приложения реализованные с применением дополненной реальности в App Store ничтожно мало, а толковых из них еще меньше. В Google Play такие программы начнут появляться чуточку позже, ибо Google затянула с выпуском пакета для разработчиков. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео.